привет друзья у нас сегодня час ночи еду я с хоккея домой здорово отыграли тестостерон повышен потому что выиграли но еще круче потому что было нас всего шесть игроков и я вратарь думал конечно что пролетим потому что в другой команде было 15 человек сами понимаете кто играет в хоккей насколько это сложно насколько это нереально естественно после первого периода вообще все устали мы летели 1 3 но что мне нравится в командах некоторых так это то что ребята не сдаются два защитника у нас сегодня были из канады остальные американцы и что вы думаете в итоге мы выиграли 9 4 очень здорово вообще все устали конечно опять-таки вопрос философии когда ты проиграл когда ты сдался или когда ты реально борешься ты никогда не можешь проиграть даже если ты по счету по факту летишь проигрываешь а многие команды когда проигрывают просто опускают руки я очень не люблю играть за такие команды и почему уважаю канадские команды они всегда борются до последнего никогда даже если они летят безнадежно все борются убиваются но был в моей практике случае мы играли еще тоже в серьезные в бейлиге когда нас было я братарь и 5 человек вообще другой команде как обычно полный состав причем команда серьезная была против нас первый период мы закончили 02 я это никогда не забуду но в итоге мы выиграли со счетом 13 3 вообще я никогда не видел чтоб вратарь другой команды так злил объяснимо как можно в пятером без смен обыграть другую команду а все очень просто когда играешь думающий хоккей когда играешь в пас к сожалению многие забывают что такое хоккей что это командная игра я очень люблю философов по жизни на самом деле философия это шикарнейшая вещь и кто забыл философия то мать всех наук раньше была только философия потом уже появились математика астрономия ответвились от философии еще больше люблю философов от какой-либо конкретной роли вот какой-либо конкретной действительности занятия каким-либо видом спорта или каким-то отдельным определенным направлением очень уважаю таких людей как дориан ядс и майк менсер не потому что это действительно серьезные спортсмены массивные спортсмены потому что это были думающие люди не боявшиеся идти наперекор системе ведь до сих пор многие считают что нужно тренироваться каждый день по два раза в день шесть раз в неделю смысле так вот друзья поверьте я общаюсь живу живую вижу очень очень много про атлетов очень многие у меня в друзьях многие тренируются у меня в зале выступают на соревнованиях так вот большинство основная масса из них тренируется действительно 6 раз в неделю но видели бы вы их не тренировки веса используются два раза меньше чем мои работается на большое количество повторений в большом количестве подходов лично я считаю это не тренинг особенно для натурала и мой друг и учитель густаво боделл тоже мне всегда говорит смеется над этим что посмотри какие сейчас бодибилдеры он тоже приверженец базового серьезного тренинга а майк менсер так вообще человек который показал всю глупость всю нелепость вот этих современных тренировок тренировочных систем и самое печальное то что натуральные ребята смотрят как тренируется профессиональный атлет и повторяет за ним будь то не знаю сейчас кого привести в пример будь то тот же действующий мистер олимпия фил хит будь то скоромный наш известный все они тренируются можно сказать так спустя рукава конечно пашут там стараются доходить до отказа до жжения но это не тот тренинг и если бы ребята реально тренировались серьезно с серьезными весами включали периодизацию и это сейчас не мои слова слова густаво то были бы они соответственно и большие и массивнее и рельефнее потому что когда тренируешься с серьезными весами меньше делаешь кардио но делаешь его больше сосредоточиваешься именно на силовой работе на удержании силы хорошо питаешься ты и выглядишь качественнее мускулатура качественнее выглядишь объемнее это тоже нужно понимать что такое философия многие думают что философия это просто какие-либо размышления да действительно сейчас философия ответила на все возможные вопросы на любой практически на любую мысль сейчас есть теоретический ответ чуть меньше практических ответов но друзья как вы думаете что на самом деле сейчас самая сложная философия самая сложная на мой взгляд это найти новый вопрос подставить перед человечеством не побоюсь этого слова новую задачу вот найдите просто сами подумайте какой новый вопрос который никогда раньше не задавался не рассматривался возможно даже не приходил никому в голову вы могли бы предложить вот постановка такого вопроса сейчас и будет являться серьезной философской работой это очень интересно это развивает нас с вами даже если вы не придумаете такого вопроса если он вам не придет голову то вы размышляя на такие различные темы если вы интересуетесь каким-либо конкретным действием тем же бодибилдингом либо каким-то другим видом спорта неважно неважно какой деятельностью на чем вы специализируетесь даже если вы не найдете нового вопроса для этого рода занятий вы друзья найдете массу вариантов теоретических на ту тему которой вы занимаетесь на те вопросы которые вам интересны на те вопросы которые я уже заданы и поставлены перед человечеством в общем смысле или перед какой-либо группой конкретно на самом деле прогрессом управляют лентяи как мне кажется сужу я по себе я никогда не скрывал что не любил никогда работать на дядю все это знали никогда я не боялся быть собой хотя мне родители говорили никогда не говори об этом это нехорошо почему я стремился всегда я не избегал работы я просто ее не любил мне не нравится вставать с утра и идти пахать на кого-то для меня это самое страшное так вот лентяи как раз таки и являются двигателями прогресса потому что они находят возможности как сделать ту или иную работу скажем так быстрее мы сейчас не говорим о качестве качество само собой должно сохраняться кто-то подумает да нет трудоголики управляют прогрессом друзья в основной своей массе кого я встречал в жизни трудоголиков это не сильно образованные люди не в плане даже получения образования высшего а именно не задумывающиеся не ставящие перед собой какие-либо серьезные вопросы или задачи это люди по своей сути трудоголики можно сказать рабы они действительно тянут многое но такой человек никогда не поставит перед собой никакой тяжелый философский вопрос возьми возьмите илона маска человек тоже который шагнул далеко вперед его технологии которые он сейчас уже может внедрить американское правительство не разрешает ему он уже больше года как мог бы сделать в америке полностью автоматизированную автоматизированный трафик то есть мы могли бы ездить здесь в штатах потому что здесь кругом разметка вообще просто вот я сейчас еду ночью мне больше нравится ездить ночью потому что дорога луна видна лучше она размечена во все возможные направления во все возможные варианты так вот это как раз таки то что нужно для беспилотного управления автомобилем то есть вы сели задали задачу и поехали и на мой взгляд это будет более безопасный вид передвижения на автомобиле по той простой причине что он будет исключать человеческий фактор но нет почему-то не дают ему это сделать и много очень других у него интересных идей интересных мыслей просто представьте себе когда вообще такое возможно чтобы человек не из нас а чтобы просто какой-то парень смог запускать частные шаттлы космос сейчас америка пользуются его компанией все это очень интересно все это заставляет задуматься заставляет поразмышлять я очень люблю размышлять и именно это позволяет мне находиться постоянно в тонусе ведь мозги тоже нужно развивать чем старше мы становимся тем ленивее наши мозги и это не говорит о том какой вы человек конкретно это у всех так как у всех сейчас современных мужчин уровень тестостерона крайне низкий поэтому болеют умирают но тем не менее государство запрещает тестостерон но разрешен алкоголь свободной продажи кто бы что ни говорил что там сейчас после 10 нельзя детям не продают все это чушь вы понимаете почему это так лично я размышляя на эту тему и видя как во всем мире поднимают пенсионный возраст прихожу только к одному логическому заключению государству нужны рабы бухающие недумающие и умирающие до наступления пенсионного возраста либо как можно раньше после того как они выходят на пенсию потому что именно пенсионные фонды это финансовые пирамиды не говорю сетевой маркетинг потому что очень много есть примеров где сетевой маркетинг работает и это хорошо но у нас сетевой маркетинг в стране в российской федерации ассоциируется с финансовой пирамидой это неправильно вот пенсионные фонды это финансовые пирамиды и ладно бы если бы наша накопительная пенсия переходила бы нашим детям внукам хрен там государство все забирает себе жалуются что нет денег действительно денег нет но просто вот тот кто сейчас смотрит наберите как выглядят здания в каждом городе пенсионного фонда вы просто друзья охренеете это дворцы шейхов подсвеченные это настолько крутые издания что слов нет но пенсионерам мы почему-то денег не находим почему-то государство считает нормальным оплачивать футболистов кстати российские футболисты одни из самых высокооплачиваемых я думаю что грамотный человек живущий в россии понимает почему так потому что откаты потому что так у нас все устроено поэтому именно у нас нету и качественных дорог и скорее всего никогда не будет люди прозомбированы не понимают что страна которая собирает по sms деньги на то чтобы сделать ребенку операцию чтобы чего ребенок выжил но футболистам платит из государственного кармана не достойно никакого уважения и где все вот эти псевдо патриоты почему об этом никто не кричит никто не говорит может быть стоит наоборот чтобы каждый ребенок который нуждается в экстренном лечении чтобы не умереть должен получать это от государства и не надо мне сейчас говорить что подумать что ты можешь сделать для государства они что государство может сделать для тебя это чушь это то что впаривают нам любое государство и любая сейчас современная религия особенно рпц это только инструменты управления народом и я считаю истинными патриотами тех людей которые не боятся это говорить которые откровенно поднимают вопросы проблемы они те кто лежит жопу своему правительству почему так устроено задумайтесь уже столетиями русский народ превратили просто в рабскую зомбированную биомассу мне это очень жаль потому что я сам такой же я сам тоже в школе был супер патриотом считал что мы самый лучший народ никогда ни на кого не нападаем что русский язык это самый лучший язык друзья но если мы так думаем и продолжаем думать мы как минимум ограничены ведь мы не знаем большинство народов мы никогда не общались ни с кем из других миров об этом можно размышлять размышлять говорить и говорить и если человек гордится только тем что он принадлежит той или иной нации что он говорит на том или ином языке это говорит от глупости это говорит от бездарности это говорит о полной тупости и никчемности человека потому что он не может себя больше никак ни к чему соотнести никакому действительно серьезному достойному уважения телу ничем человек не знаменателен так хоть хотя бы вот буду гордиться тем что я родился здесь это смешно друзья кстати если у вас есть какие-то интересные темы на которые вы бы хотели подискутировать по обсуждать пишите обязательно в комментариях пишите пожалуйста что вы думаете по поводу данного ролика я его выложу на youtube и оставляйте комментарии если у вас есть какие-то конструктивные комментарии критические если вам не нравится если вы не согласны с моей мыслью то не пишите пожалуйста что я тупой что я дурак я это и так прекрасно и сам осознаю поверьте я сам понимаю что я глуп по сравнению с теми людьми кого я называл здесь сегодня но если вы напишите конструктивно с чем вы не согласны почему я глуп почему я туп с чем вы не согласны конкретно в моих мыслях моих высказываниях я буду вам признателен и даже не удалю такой комментарий без оскорблений давайте если у вас есть темы которые нужно обсудить еще пускай даже они не совсем спортивные я тоже буду рад их услышать ну что друзья я уже приехал у нас уже почти час ночи спасибо всем кто смотрел и обязательно делитесь моими роликами и статьями в своих соц сетях это для меня лучшая благодарность всем привет и даже тебе мой любимый тролль хейтер с ником даже чтобы это не значило позитива всем друзья и и развивайте свой мозг не только тело и тогда ваша душа будет достойна вашего тела вашего разума всем пока увидимся в тренажерном зале всем пока а и и Субтитры сделал DimaTorzok